День добрый! Здравствуйте! С вами Смирнова Ирина. И сегодня мы будем устанавливать на сайт виджет, который называется Сообщение сообщества социальной сети ВКонтакте. Пример этого виджета мы можем посмотреть на моем сайте, который называется SEO-настройки. Это личный кабинет подписки. Посмотрите, с правой стороны есть вот такая у меня кнопочка. Эту кнопочку, если я нажму, появляется виджет, завязанный конкретно на определенную группу ВКонтакте. Группа называется «Все для начинающего блогера». И отсюда, прямо с сайта, посетитель может отправить сообщение, которое появится у меня в виде сообщения в моей группе. То есть это такая дополнительная связь посетителей вашего сайта. Естественно, ваш сайт и ваша группа связаны между собой. Вы же ведете группу для того, чтобы привлечь целевую аудиторию не только в эту группу, но и на ваш сайт. Поэтому вот эта взаимосвязь, она очень важна. Итак, мы не будем сейчас заниматься теорией. Давайте конкретно займемся техническими вопросами. Что мы должны сделать в первую очередь? В первую очередь мы должны в той группе, от которой мы будем устанавливать виджет на собственный сайт, мы должны включить сообщение. Для этого мы заходим в «Управление сообществом» и выходим на опцию «Сообщение». Вот сейчас в данном случае у меня сообщение выключено. Здесь остался только один чекбокс «Добавление группы» в левое меню. Вот в это меню для моего личного удобства. Я должна включить сообщение. Я их включаю и у меня открываются настройки данного виджета. Первое поле – это поле приветствия. Сюда вы можете самостоятельно ввести тот текст, который хотели бы увидеть на виджете в виде приветствия. Чуть ниже находится чекбокс, в котором вы должны поставить галочку, то есть разрешить использование данного виджета на своих сайтах. Следующее поле – это поле для заполнения текстом, дающим краткую информацию о сути, ну, буквально вашего сайта или о сути вашей группы или о сути тех вопросов, на которые вы можете ответить. У меня, так как этот виджет установлен на сайте «Сеонастройка», то здесь у меня написана краткая информация «Сеонастройка» вашего блога на платформе WordPress. Следующее поле заполняется на случай отсутствия вашего в течение 30 минут ВКонтакте. Вот давайте мы сейчас сюда зайдем. В данном случае, видите, виджет у меня как раз открыт и указывает на то, что сейчас меня и нет. Поэтому я при первой возможности обязательно отвечу на ваши вопросы. Просто его запишите. Последнее поле – это разрешенные домены. В данном случае у меня разрешен домен только «start.iris.smirnov.com». Я добавляю сюда домен своего сайта, на который я буду устанавливать сейчас этот виджет. Причем, обратите внимание, что домен надо вводить абсолютной ссылкой, вот без этого протокола. То есть я копирую свой домен, захожу в сообщество и вот сюда вставляю еще один домен. Теперь мой виджет может отображаться на домене «start.iris.smirnov.com» и на домене «alt.academic». Сохраняю информацию. Изменения сохранены. Настройки сообщений сообщества сохранены. Теперь можно будет устанавливать данный виджет. Теперь заходим в раздел «Разработчики» социальной сети ВКонтакте. В данном случае у нас должна быть вот такая ссылка. И мы сейчас находимся в разделе «Продукты». В общем полном разделе, поэтому ссылка заканчивается вот таким словом «Продукты». Нас интересуют виджеты для сайтов. Виджетов для сайтов много. Мы сегодня работаем с сообщениями сообщества. Переходим к настройкам данного виджета. Ну первое. Все настройки достаточно простые. Обратите внимание на то, что как вы настроите свой виджет, вам будет показано в нижней части экрана. Первое, что мы должны сделать, это выбрать сообщество, с которым будем работать. Вам предложат те сообщества, в которых вы являетесь администратором. Я выбираю все для начинающего блогера. И обратите внимание, у меня уже внешний вид примера, который показывает социальная сеть ВКонтакте, изменился. Выбираем расположение данного виджета. Расположение может быть как в правом нижнем углу, так и в левом нижнем углу. Я выбираю в правом, потому что в левом нижнем углу у меня есть еще одно сообщение по подписке на определенную рассылку. Теперь обратите внимание вот на это поле. Как быстро будет раскрываться данный виджет. Вы можете его вообще не раскрывать. То есть он у вас будет выглядеть вот таким образом. Можете его раскрывать сразу при открытии сайта. Можете установить, ну, например, 10 секунд. Я в данном случае открываю 10 секунд. Раскрывать со звуком и со звуком должно быть новое сообщение. Сейчас нам социальная сеть продемонстрирует, как он будет раскрываться. То есть прошло 10 секунд и этот виджет раскрылся. Подсказка. Подсказка в данном случае у нас может быть включена, а может быть выключена. То есть подсказка это слова, которые будут появляться рядом с иконкой виджета. Мы ее включаем. Ну и последнее, что у нас остается, это сам код. Код виджета очень простой. Мы его просто копируем. Заходим на сайт. Раздел виджеты. Выбираем виджет текст. Пусть он у нас будет в самом конце. Ничего страшного в этом нет. Мы его не оформляем, не подписываем. Мы просто в виджет текст вставляем тот скрипт, который нам предложила социальная сеть ВКонтакте. И кликаем «Сохранить». Закрываем и выходим на сайт. Спускаемся вниз. Посмотрите, появляется ссылочка «Есть вопрос». И открывается сам виджет. Все, я начинаю. Теперь этот виджет будет включен при любом посещении сайта. И открываться он будет через 10 секунд. Если пользователь не хочет видеть этот виджет, он просто его закрывает. Вот так будет выглядеть кнопка виджета. Его можно закрыть, можно открыть. Мы с вами использовали самый простой метод подключения этого виджета. Для более продвинутых пользователей есть возможность подключения не через виджет текст, а через вставление кода тела вашего сайта. Для этого вам нужно перейти вот по этой ссылке, перейти к подробной документации виджета. И готовый код, который вы создали своими настройками, вам нужно будет скопировать. Первую часть кода установить в раздел «Хеддер», а вторую часть кода установить в тело той страницы, где бы вы хотели, чтобы данный виджет отображался. Это удобно для статических сайтов. Для работы с блогом на платформе WordPress достаточно того, что вы код установите в текст виджета. А теперь давайте посмотрим, как связано сообщение, оставленное в этом виджете, вашей группой ВКонтакте. Я для примера просто напишу вот здесь вот такую обычную фразу «Здравствуйте, я очень рада знакомству». Нажимаю клавишу Enter, выхожу на свой блог и вижу, что у меня в разделе «Сообщения» появилась метка нового сообщения. Открываю и вижу свое собственное сообщение «Здравствуйте, я очень рада знакомству». Вот такое общение, оно очень мобильное, то есть вы очень быстро его получаете, если, конечно, вы находитесь у компьютера, и очень быстро на него можете ответить. Мало того, человек, который, может быть, еще не вступил в вашу группу, оставив данное сообщение здесь и получив на него ответ, может присоединиться к вашему сообществу. Всего доброго, с вами была Смирнова Ирина. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok